Доброе утро, Полтава! Вы блондинка, что там? Сегодня у нас пани Юля, как правильно ударение вашей фамилии? Сторожева. Сторожева. Пани Юля Сторожева, человек с кучей позитива. Этот позитив, она, что самое удивительное, выражает в своих картинах. Стыдно. Вчера был в Ливийской каверне, не видел ее выставку. Именно в том зале был, но я был по работе, я был замкнут в своем. Юлина выставка там, сегодня обязательно Света надо будет зайти все-таки посмотреть. Согласна с тобой. Обычно, когда я где-то вижу картины Юли, я получаю кучу позитива, да? А тут я не знаю, ну я вам честно говорю, мне стыдно. Ну вот я был весь в работе. Я запрошую. Я прийду. Юля, вы нам лучше расскажите, а вот Александр Лиев, но он нас не видит, жаль. Расскажите, как вы стали художницей? Вот мне интересно. И как давно это происходит? Расскажите, как я стала художником, мабуть, кто-то там запрограммировал до моего народжения, то, что має быть Юля художником. Ну, я думаю, что какие-то здебности из детства были. Не какие-то, как я себе помню, то я постойно малювала. У меня книги, которые были мне доступны в маленьком веке, они все обмальовані, розмальовані, где было вільное место. Это девчата с пешными зачистками, сухнями. Наверное, моя первая учителька говорила, потому что я буду художником. Ну, мабуть, как-то... А вы учились в художной школе? Нет, я не училась в художной школе. Там, где я жила, где моя батьківщина, это Гоголево-Шишацкого района, у нас не было такой возможности, не было художной школы. Ну, в принципе, я думаю, что мои батьки про то и не думали, что мне нужна художная школа. Я думаю, что в детстве не все батьки могут думать про то, что дитина будет художником, как-то глобальные вещи. Ну да, я не знаю, кто будет Лиза. Юль, какое направление в основном выбираете, в принципе? Мне больше импонирует имплесионизм, впечатления, эмоции, передать душу, настрой, характер. Чтобы говорить не колором, не граммой, а больше какой-то энергией. Вот на данный момент у нас выставка во Рьвовской кавиарне. А где перед этим свои картины показывали? Где можно было их увидеть? Ну, я частенько десь маленькие выставки делаю, но та, про которую я хотела бы вспомнить, это минулого года, именно в этот год, была моя большая выставка в великой выставковой зале галереи мастерства. Был ли у вас вдохновитель, можно так сказать, каких-то художников в какой-то эпохе? Или же, не знаю, муза ваша? Я не могу сказать конкретно, выделить одного художника, бо если бы мне импонировал якийсь один, то я бы, мабуть, из него, извиняюсь, что-то злизывала, что-то брала собі. А мне хочется быть какой-то неповторной одницею в творчом просторе. И, конечно, есть те, кто понравится. Это дух, непоборность, незламенность Катерины Белокур. Такий жіночий дух. Мне очень нравится человеческое мастерство, очень много классных, словетных, социальных. Можете сказать, солидарность? Да, даже не солидарность. А вот чего-то она мне импонирует. Хотя я не знайома, конечно, с этой художницей была. То, что я знаю, это то, что я прочитала книга, побывала в доме, где она жила. Но от ее картины, где вот эта энергетика, которая не похожа, может, с моей. Самая большая выставка, где вы бывали, либо же выставляли, чтобы запомнилось. Чем именно? Ну, вот и была наймасштабнейшая, это в галереи мистерства в новом году. Потому что, ну, так, не каждый может 500 метров квадратных с легкостью запомнить помещение. Ну да, я бы влашил. А помимо своей работы, вот. Поэзию любите? Кто любимый поэзию? Люблю поэзию. Ну, сейчас все говорят Шевченко, конечно, что я скажу. Ну, хотя в детстве я была закокана его творчостью. Я навіть после того, когда мы на урок обучали его творчость, я перерву, дитки бегают, а я маленькою сидела и намагалась також писать вірши. Вот так он до меня был чим-то таким. Получалось? Буду нескромна, если сказать, потому что получалось после Шевченко. Ну, ну, трошки пробовала. Просто, ну, когда творчая людина, вона пробует себя, ну, звичайно, что не лише в живописи, как я, я и спортом занималась, и вірши трошки писала. Чем-то еще таки увлекались? Ну, вы из зимы, я приняла участь в творчом проекте, подивиться, кто затанцювал, я себе в танцах спробовала. Хоча, это было для меня таким выключением, потому что я не танцую, я так всегда говорила. То, что вы рисуете или пишете картины? То, что? Пишите. Когда фарбами... Это ваша жизнь, это ваше хобби, которое превратилось в работу? Или хобби еще какое-то есть у вас? Наверное, хобби, оно таки трошки простейшее слово, а это больше до моего життя, потому что, если я не попишу некоторый час, ну, будут не переливки эмоциональные моим родным. Скажите, готовить вообще? Любите? Дома, так, звичайно готовить. Любимое ваше блюдо, которое вы любите готовить и которое вы любите кушать? Ну, ты что, останним часом, потому что у меня еще смачиваются смаки, из привода блюд. Пицца смачненькая, выходит, люблю готовить, выпекать, так. А так, звичайные блюда, украинские, я очень люблю картофель, я ее готую по-разному, и воно мне не перестанет подобатись никогда. Когда работаете, вы музыку слушаете, или вам нужна тишина, или какой-то фон? Нюанс работы, да. По-разному, но очень часто так, но я же как-то класс. Музика вас вдохновляет, или это просто фон, вы пускаете его мимо ушей? Мабуть, фон. Я не буду говорить, что она впливает, потому что, ну, если я уже зарядилась, и мне нужно написать, то мне не завадит ничего. Я могу работать на людях, когда будет много людей. Вы говорите, я зарядилась. Что вы имеете в виду? Просто эмоциональное настроение. Я сегодня с вами встретилась, говорю, я отримаю свою эмоцию, какое-то задоволение от спілкувания, и я поеду писать. А вы устраивали флеш-мобы уличные по созданию картин? Ну, я это так не называла, но, может, можно так сейчас говорите? На улице я писала, так, неодноразово. На людях, чтобы показать, как это создается? Да, легко, легко. На пленерах також, до меня завжди подходят, а че то доросли, че маленькие. Доброго дня. И я залюбки расскажу, что я делаю, дам попробовать, там, отримать пензлики, фарбами. Куда ты отдыхать в этом году? Ездили? Я не назову это «відпочинком», потому что это пленер, а пленер – это работа. Но, конечно, кроме работы, были моменты, когда мы отдыхали. Это Закарпаття, озеро Сеневир. Человек туда поехал и запросил меня на всю Украинскую площадку. Много кто в этом году туда ездил. Это место, которое зачаровывает, и тут обязательно возвращаются. Вы говорили за музыку. А все-таки, когда музыку слушаете, какую? Какую вы любите музыку? Какая вы так называете? Вот вы еще не договорили, у меня Эдит Пиаф, ну, часто бывает. Ого! Я мечтаю побывать в Франции, может быть, какие-то корни, про что я не знаю. Это серьезная музыка, да, но обязательно сегодня будем слушать Эдит Пиаф. А вы назвали одну мечту – побывать во Франции. Еще есть какие-то желания, цели? Так, у меня очень много желаний. Я хочу представлять украинское мистецкое на святовом уровне. Я над ним тоже працюю. То есть у вас все стремление связано, в принципе, с вашей деятельностью? Она как-то взаимосвязана, насколько я слышу, Украина, искусство, продвижение в период. В этом все мое життя, потому что в своем мистеции я вражаю свою любовь до Батьковщины, до Батьковского дома, до того, что меня оточает, до Полтавы. Потому что, где бы я ни находилась, я пытаюсь для себя створить красивый, красивый постер. Доброго дня. И, конечно, это все связано. В том, в внешнем виду, в виду своего дома, своей квартиры, своей майстерни, спілкувание с людьми, с которыми я спілкую. Это все вот такое, должно быть красиво, творче, с любовью. Чего бы вы, возможно, пожелали, мы обычно начинаем с этого доброго утра, чего бы вы, наверное, пожелали людям, полтавчанам, вообще украинцам, для полного счастья, чтобы они стали еще счастливее? Я думаю, что я знаю. Я бы побежала найти в себе любовь. И это не значит, что любить, там, еще человека, дитину, родину, а вот почувствовать, что ты есть какаясь творительная любовь на земле, навколо себя, делать все красиво, никого не выражать, любить всех и себя. Красиво. Что у нас по погоде, Саш? Да, погода. К 3 часам прогреется до 25. Это свежо, наша гостя стоит, а в кофе греется. Я уже нагрелась. Мы чувствуем, завтра 23, обещают, не исключено, что завтра будет и маленький дождик, летний по-прежнему дождик до 14 сентября. А может быть и грибы пойдут, потому что грибов уже толком и нету, все высохло. Ну вот такое доброе утро у нас. Всем удачного дня, здоровья и до завтра. Завтра, кстати, тоже будет интересно. Пока. Хорошего настроения и дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова